Запомните, никогда не сдавайтесь жизни, хоть вы женщина, хоть мужчина, только это по-разному происходит. Женщина, допустим, должна всегда ждать, искать поддержки, а мужчина должен сам побеждать судьбу. Но никогда нельзя в депрессняк ни тому, ни другому впадать. Женщина, у нее коллективный разум, допустим, как она молится, она со всеми вместе должна молиться. Подружки звонят, давай помолимся, давай. Сели, помолились, одна у себя, другая у себя. Но всегда нужно искать поддержки. Женщина должна всегда с кем-то что-то делать. А мужчина должен своими силами стараться, но поддержка и мужчине нужна тоже. Но просто есть индивидуальный разум, допустим, мужчина получил поддержку, и он сам уже себя заставляет. А женщина не должна себя сама заставлять, она должна вдохновиться подружками, что они так живут, делают. Вдохновилась, тоже начала так делать. Женщина всегда должна искать вдохновение на свою духовную жизнь. Разговаривать на этой теме, общаться. Поэтому мы сделали клуб благость. В основном женщины ходят. Для того, чтобы разговаривали, общались и как бы, и помогали друг другу, и побеждали судьбу. Иногда мужички тоже туда, иногда даже холостые. Зато большой выбор сразу. Столько благостных девушек. Теперь следите за мыслью. Запомните в тот момент, когда вы согласитесь с тем, что у вас нет сил думать, нет сил жить, нет сил двигаться, что вы уже инвалид, что вы уже больной, что у вас нет возможности ходить или бегать, потому что вы болеете. В этот момент вы согласились со смертью. Когда это произойдет? В 80 лет или в 30, я не знаю. Но когда это произойдет, в этот момент вы уже быстро начнете стареть. Сам человек выбирает, когда он начинает быстро стареть. Сам человек выбирает это. С помощью вот этого согласия. Да, я не могу уже двигаться долго, я не могу поститься, я не могу то, потому что я болею. Я не могу уже найти себе мужа, все. Я не могу зачать ребенка. Бывает, женщина уже в возрасте не может зачать, но можно взять на воспитание. Не соглашайтесь. Как только согласились, потеряли свою жизнь. Вы поняли, о чем я говорю? Согласие вот это вот. Врачи часто помогают. Говорят, тебе нельзя на солнце, тебе нельзя купаться, тебе нельзя двигаться. Все, нельзя, значит все. Значит смерть дальше. Это неправильное мышление. Одна женщина ко мне в Таллине подошла, говорит, Олег Геннадьевич, у меня поле артрит, каждый сустав болит. Я могу с помощью движения победить эту болезнь? Я говорю, конечно можете, потому что у вас напряженный просто организм. Она говорит, ну я очень медленно хожу. Если чуть быстрее, то у меня больно. Я говорю, вот и медленно ходите. Очень долго. И она потом мне рассказывала, я пройду долго, у меня все суставы болят. Потом проходит боль, я опять долго иду. Опять все суставы болят. Опять проходит боль, я опять долго иду. Но я, говорит, заметила, что с каждым разом у меня возможность ходить долго увеличивается количество, а время боли уменьшается. Потом пришло время, у нее вообще уже перестали болеть, начала ходить. Так она вылечила свои суставы. Хотя у нее все суставы болели. Понимаете, орляту учатся летать. То есть нельзя смириться с этой жизнью. Никому, ни женщинам, ни мужчинам. Не позволяйте себе мириться. Просто есть женская, как бы сила воли, есть мужская. Допустим, женщина, когда бежит, она должна включить такую красивую музыку и бежать так плавненько, радостно. Одной ногой пишет, другой зачеркивает. По-женски бежит. Нежно, радостно, потому что женщина делась для счастья, ей не надо себя утруждать. Но бежать надо все равно. Или зарядку, как женщина делает. Мужчина раз, два, три, четыре. А женщина под музыку. Ля-ля-ля-ля, танцует. Тоже зарядка. Мужчина должен себя преодолевать в жизни. У каждого человека есть пусковой механизм преодоления стресса. Запомните. Но у женщин и мужчин разные мусковые механизмы. Чтобы мужчине победить стресс, ему нужно движение. В спортзал пойти, допустим, или начать бегать, или еще что-то, плавание. А женщине, чтобы победить стресс, ей нужна творческая деятельность. Начать вышивать, начать петь, начать танцевать, начать стихи сочинять. Ну, каждый что-то свое. Если женщина отключается в творческую деятельность, мужчина в движении, то мужчина начинает становиться мужчиной, а женщина – женщиной. Но это не значит, что женщине не надо двигаться. Я говорю просто о включении, о возможности, как победить стресс. Женщина, когда начинает энергию любви в себе двигать, то она начинает жить. А мужчина начинает жить, когда он силу воли в себе двигает. Возможность преодолевать себя. Чаще всего мужчина лежит в работе над своим телом. Поэтому у женщины все начинается с творчества, а у мужчины все начинается с движения в жизни. Всегда надо знать, что победа находится там, где ты чувствуешь поражение. Вот, например, мужчина говорит, я не могу найти себе работу. Не надо искать себе работу, надо работать там, где есть работа. И работай, пока она тебе не понравится. В тот момент, когда тебе эта работа понравилась, в этот момент твоя способность понять, где тебе лучше нравится, начинает функционировать. Ну, то есть ты просто должен дождаться, когда тебе эта работа понравится. Пусть дождаться, денег не дают, мало денег. Все равно работай, где Бог дал. Понравилась эта работа, ты чувствуешь, что уже могу здесь, мне хорошо здесь работать. У тебя включается механизм в башке, который дает возможность понять, где лучше тебе работать. Ты туда пойдешь. Потом опять там понравилось, где еще лучше. И так постепенно ты понял, чем тебе заниматься в жизни. Но если ты будешь все бросать, ты никогда не поймешь до старости. У женщин все по-другому работает. Женщине надо научиться быть женщиной. То есть надо научиться о всех заботиться, любить. И когда она входит в это состояние нежности, дружбы, доброты ко всем, она становится психически очень сильной. И в это время она может и на работу устроиться, нормальную работу, и замуж выйти. Но сначала нужно стать женщиной, включиться как женщина. Нужно сначала стать счастливой, жизнерадостной, любимой, всех любить. Если это есть у женщины такая активность внутренняя, то она может дальше побеждать судьбу. Нет такой активности? Не может. Если она мечтательница, как бы. Есть два состояния жизни. Одно женское, другое мужское, которое дает поражение в жизни. Мужское состояние жизни, которое патовое, это называется ватрушка. То есть мужчина ватрушка. Такое, как бы, ни рыба, ни мясо. Женское состояние патовое, которое не дает побед, называется принцесса на горошине. Или мечтательница. То есть она все время мечтает. И такая вся. И мечтает. Все, патовая ситуация. Ничего хорошего в жизни не будет. Мужчин должен себя заставить двигаться, волевые усилия совершать сначала, а потом с любовью трудиться. Женщина должна обо всех заботиться сначала. Потом она должна предпочесть не социальному развитию, а семейному развитию. То есть, в смысле, работу предпочесть. Ну, то есть, не в работу дальше развиваться, а в семью. Вот стало активно и жизнерадостно, а появились кавалеры сразу. Потому что, если женщина любит всех, она становится красивой. И сразу на нее обращают внимание. Тут же появляются женихи. И выходи замуж. Дальше вышла замуж, можешь работать. Нет проблем. Но лучше зачинать детей. Чем раньше, тем лучше для женщин. Мы с вами сегодня говорим о каких-то законах, по которым человек должен жить. Мы говорили с вами о том, что нельзя поддаваться на вот это вот желание, на сильное желание. Мы говорили о том, что есть шесть врагов человека, которые всегда связаны с сильными желаниями. И сильное желание вожделения, гнева, жадности, иллюзии, зависти, безумия. Все эти сильные желания разрушают жизнь человека. Мы говорили о том, что есть определенные принципы жизни. Что если человек в мужском теле, то он должен через движение активизировать в себе психику для нормальной жизни. Часто мужчина думает, что я такой неуспешный. Почему меня на работу не берут? Почему у меня ничего не получается? Потому что ты не включен. Не включенный мужчина. Поэтому ты несчастный. Включись. Это через движение происходит. Женщина думает, что я такая несчастная. Ты не включена. Это происходит у женщины через любовь к другим, через служение. Начинай с творчества. Начни вязать там, что-то шить. Любовь пойдет в твоем сердце, потом дари свою любовь всем. И потом дальше уже у тебя нормально будет течь жизнь. То есть, другими словами, есть законы какие-то определенные, по которым человек должен побеждать судьбу. Таким законом является доброта. Старайся очень аккуратно, мягко всегда себя вести с близким человеком в семье. Даже если он обнаглел, там ничего страшного. Всегда по-доброму через доброту все легче решается. Доброта на первом месте, строгость на втором. Сначала по-доброму себя веди, служи, заботься о человеке, потом начинай его воспитывать. Воспитание человека – это сложная вещь. Воспитывать можно человека, если ты его принял. Если ты принимаешь человека в свою жизнь, ты можешь ему сказать легко. Почему ты не можешь ему сказать? Потому что ты его не принимаешь. Почему ты раздражаешься? Почему злишься? Почему молчишь? Не можешь ему ничего сказать. Потому что не принимаешь. Прими человека, и ты сможешь легко ему сказать все. В шутку, полусерьез, потому что ты не паришься, потому что ты его принял. Можешь легко пошутить с ним на эту тему, которая для тебя имеет большую ценность. Но не надо эту ценность скрывать. Отношение между мужем и женой имеет деликатную, мягкую и легкую природу. Понимаете, что значит легкую? Это значит, что в тяжелых вещах надо говорить в шутку. Не надо делать квадратные глаза, там, да ты понимаешь. Ничего он тогда не поймет, он испугается еще больше. Понимаете, отношения между мужчиной и женщиной настолько ранимые, что если вы хотите что-то сказать важное друг другу, говорите в 10 раз менее важно. Легкие отношения дают хороший, сильный результат. Понимаете, кувалдой нельзя ремонтировать часы. Только очень маленькая отверточка. Легкие отношения. Означают очень ранимые. Не обижайте любимых упреками, да, Упель. Бойтесь казаться любимым жестокими. Очень ранимые наши любимые. Очень ранимые. Это значит мягкий, деликатный стиль. И тогда вот это все пойдет быстро решаться. Скажешь, что с моим невозможно деликатно. Возможно. Деликатность для женщины означает меньше эмоций. Деликатность для мужчины означает меньше демагогии, меньше грубости и этих философских высказываний. Скажи жене по-доброму, мягко, что ты хочешь сказать. Она не любит рассуждений. Ей нужно сразу сказать просто, что ты хочешь. Она тем более знает уже сразу, что ты хочешь, потому что она очень чувствительная. Ты начал говорить там издалека, она уже знает, что ты хочешь. Скажи сразу, не пудри ей мозги. Женщина не должна эмоции сильно распускать рядом с мужем. Он от этого страдает сильно, им плохо становится. Надо ему говорить, аккуратно говорить. Ты знаешь, мой дорогой, ты чуть-чуть грубовато себя ведешь, поэтому я чуть-чуть с тобой не буду разговаривать сегодня. И ушла в другую комнату. Закрылась. Ну, по-доброму сказала. И он тогда поймет, что что-то не то с женой. Пойдет разбираться. Тоже по-доброму спросит. Что такое? Что случилось? Понимаете, в песне вот от чего возникло? Прячет ягодиночка глаза. Под щеке жемчужинка и слеза. Понимаете? Потому что она правильно себя ведет с мужчиной. Она не как пантера такая. Она заплакала такая и пошла. Если женщина хочет добиться успеха в отношении с мужчиной, она должна знать, что есть два оружия у нее, которые всегда сработают. Это слезы, направленные на себя, а не на него. И слова, направленные на себя. То есть, надо плакать, не типа ты плохой, а просто мне плохо. И, допустим, почему тебе плохо? Потому что я слишком много хочу в жизни. Говорит, сначала он скажет. Да, сначала. Да, ты молодец, поняла. Ты слишком много хочешь. Сначала так скажет. И вы скажете, ну, ты мне не помог. И дальше плачете. Он скажет, ну, а что ты хочешь-то слишком много? Платье. Он будет думать, как купить платье. Потому что, когда женщина плачет, и у нее слезы направлены на себя, то у мужчины включается щедрость, благородство и защита. Он хочет жену защитить от ее страдания. Но если она на него фыркает, как бы, змея, как бы, это... Платье. Тогда в нем включается петух сразу. Я не могу платье. Начинает скандал. Очень важно знать, что важно понять роль вообще человека в жизни. Часто женщины завидуют мужчинам их мужскому рождению. А мужчины завидуют женщинам их женскому рождению. Вот, например, женщина, она родилась для счастья. Веда описывает, что женщина как река, а мужчина как берега. Женщина живет, а мужчина поддержит ее жизнь. И это не значит, что он не живет. Он тоже живет ее счастьем. Если женщине хорошо, мужчине рядом тоже хорошо. Он должен давать ей возможность быть счастливой. Иногда поспать чуть побольше. Иногда вкусненькое поесть. Самое лучшее себе взять. Надо давать ей возможность, потому что она родилась для этого. А почему ты себе самую вкусную конфетку взяла? Потому что она женщина родилась. Она для этого родилась, чтобы самая вкусненькая есть. Чтобы больше не нежиться чуть-чуть, чем он. И он говорит, давай, вставай, давай, режим дня соблюдай. Иди и соблюдай. Она обижается сильно, когда ей так говорят. Потому что она чувствует, что оскорбили ее саму женскую суть. Что она же женщина. Она может себе позволить расслабиться. Полежать чуть-чуть. Покушать сладенького. И красивее одеться. Денежек на себя чуть побольше потратить. Потому что она женщина родилась. Надо позволить мужчине это делать. Если вы не позволите, вы завидуете. Иди работать, как я работаю. Она дома работает. Она же все убирает, стирает. За детьми заботится. Поддержит отношения с родственниками. Мужчина не может поддерживать отношения с родственниками. Женщина может. Она всем звонит. Это ее работа. Договаривается со всеми. Общается. Успокаивает всех. Воспитывает. Кормит. Убирает. Готовит. Это тоже работа. От этого женщина сильно устает. Это огромный, тяжелейший труд. В сердце ее. Она от этого устает. Еще надо на работу ходить. Она чувствует себя ущемленной. От этого. Но если, конечно, сильно денег не хватает, она идет, потому что видит, что надо. Чуть-чуть работает. Женщина не должна завидовать мужчине. А что ты такой деловой? Что ты такой всегда умный? Потому что он мужчина родился. Вот родишься мужчиной, следующий год тоже будешь умный. А сейчас он умный, а не ты. А ты должна глупый вид делать, потому что ты женщина. Не надо умный вид делать. Можешь расслабиться, можешь полежать, сладости поесть. Поспать больше, не бежать на зарядку можешь иногда. Но делать умный вид перед мужиком не надо. Потому что ты родилась женщиной. Не завидуй мужчине. Не надо перед ним выпендриваться. Да ты у меня ничего не соображаешь. Ты прям соображаешь все. Учись. Мужчина сказал, допустим. Часто мужчина говорит неправильные вещи. Люди все ошибаются в жизни. Сказал, увидел, что неправильные вещи. Ничего страшного, согласись. Скажи, ладно, да, да, согласна, все. Но потом, когда ты соглашаешься с ним, ему можно объяснить все. Потому что мужчине важно, что его признают мужчиной, старшим. Он сказал, ты согласилась. А дальше можешь постепенно его отрихтовать. И он как бы будет, поймет, какие есть как бы нюансы. Нюансы иногда его поворачивают в противоположную сторону. Но для него это просто нюансы. Главное, что я прав. Поймите, что психика у мужчин и у женщины по-разному работает. Мужчина как берега, то есть он охраняет жизнь. Поэтому мужчина должен знать, куда пошла жена. Он охраняет ее течение. Он должен знать все про нее. Она не может делать, что хочет в жизни. Потому что она тоже как бы очень сильно поддается влиянию. Мужчин, женщин. В особых ситуациях каких-то. Не всегда. Но все равно опасность есть. Мужчина, поэтому у нее заложен принцип. Куда пошла. Я пошла туда-то, туда-то. Можно? Обязательно надо получить благословение у мужа. Потому что не получает женщина благословение. Она потом, ну как бы, вот эту энергию его спокойствия, силы не берет в себя. То есть она как бы, получается, пошла против течения. Вышла из русла. В этом мире часто мужчины завидуют женщинам. Пытаются заставлять их совершать аскезы. Грубо себя с ними ведут. Женщины завидуют мужчинам. Унижают их старшинство. Смеются над их мнением. Подмывают берега постоянно. Пилят их, критикуют, надсмехаются над ними. Это просто невежество. За это человек всегда будет отвечать. Если мужчина не дает женщине возможно быть счастливой, а женщина не дает мужчине быть старшим возможности, то эти семьи всегда будут разваливаться. Потому что это оскорбление самой природы. Мы вчера говорили с вами о том, что есть женская божественная природа. И человек, если он хочет счастья с женщиной в отношениях, он должен всегда видеть эту божественную природу и всегда ее уважать. Женщина, если хочет с мужчиной счастья в отношениях, видеть божественную природу мужчины и уважать. Что значит божественная природа мужская? Это значит терпение, мудрость, решимость, старшинство, компетентность, сила, победоносность и так далее. Что такое божественная женская природа? Это нежность, доброта, любовь, снисходительность, ранимость, чувствительность, чистота. Это все женские качества божественные. Мужчина должен очень аккуратно женщину себя вести, тогда Господь даст ему свою милость. Женщина – это благословляющая сила. Некоторые мужчины говорят, что-то я на работу не могу устроиться, не могу друзей найти, не могу денег зарабатывать, потому что ты неблагословленный. Благословение идет через женщину. Есть три типа силы, которые идут через женщину. Женщина не управляет этими силами, эти силы через нее идут. Если ты с ней аккуратно, мягко обращаешься, очень по-доброму, прощение всегда просишь, даешь ей возможность быть счастливой, воспитываешь по-доброму ее, то в этом случае через нее действует сила, которая дает тебе удачу. Это божественная сила. То есть она так, женщина, к тебе настроена, благодарна за все. И ты в результате видишь благодарность во всех людях. Пришел на работу, все тебе благодарны, потому что через нее идет такая сила, что она всех так настраивает по отношению к тебе. Так действует женская энергия. Она вроде бы сама не может что-то сделать, но она может поменять твою жизнь, настроить тебя правильно. Вторая сила, когда мужчина работает над собой, изучает, как правильно жить, молится. Женщина чувствует его очень мудрым. И вот это вот естественное возникает желание слушать его и слушаться. И через это желание мужчина получает в сердце знания. Он становится мудрецом. Все люди начинают его уважать, как мудреца, как мудрый человек. Потому что жена его уважает, как мудрый человек. И третья сила, когда мужчина коцает свою жену, постоянно на нее давит, злится. В ней просыпается деструктивная, разрушительная сила, проклинающая. И мужчина становится скользкий, вонючий, ободранный. Почему? Потому что он пошел против женской природы. Он начал ее оскорблять, злиться на нее, ненавидеть, ломать. И он думает, да наша женщина, что она со мной сделает? Женщина – это смерть. Женщина дает тебе рождение, она забирает у тебя жизнь. Это все женщина делает. Что она сделает? Она все с тобой, что хочешь сделать. Просто ты об этом не знаешь. Думаешь, что ты ее сильнее. С женщинами связываться нельзя, это очень опасно. Женщина забирает жизнь, знаете об этом? Смерть женского рода. Жизнь тоже женского рода. Женщина дает жизнь. Женщина забирает жизнь. Понятно, мои хорошие? Поэтому с женщинами не связывайтесь. Хуже будет. Женщина, как река течет. Ей нужно течение, нужно русло. Если мужчина не дает женщине жить, говорит, на лекцию не пойдешь, там, допустим, ну, вам надо расслабиться, снять напряжение. Чуть-чуть посидите, расслабьтесь, вам легче встанье. Вы перенапряглись. Женщина течет, когда... В своей жизни нельзя ставить плотину. Что такое плотина? На лекцию ходить не будешь, там. Плотину поставил, какая есть, какие есть варианты? Или она наполняется и перетекает через плотину. Самый лучший вариант. Терпит, терпит, терпит. Он говорит, нет, буду ходить на лекцию. И уходит на лекцию. Второй вариант. Обтекает плотину, а значит, обманывает. Третий вариант самый плохой. Если плотина выше берегов, то она просто утекает в поле. То есть уходит из дома. Вообще бросает мужа. Понимаете, плотина не вариант. Мужчина сужает русло у женщины. То есть, говорит, ну, зажимает ее возможности жить. Это не дам, это не дам. Русло очень узкое. Вода начинает бурлить. И мозги ему все выпаривают. Тоже не вариант. То есть, русло должно быть достаточно широким. И надо знать, что когда поворот судьбы идет, тебе трудности в жизни. То женщина будет наваливаться на берега в это время. Потому что течение же ей меняешь. Она же хочет течь все время прямо. Она река. Не хочет никаких поворотов судьбы. А поворот судьбы пошел. Так бывает. И она будет наваливаться на берега. Тебе и так плохо. Мужчина удивляется, почему так. Мне и так плохо. А она делает еще хуже. Так будет всегда. Потому что женщина, как река, она на поворотах начинает вымывать берега. Испытывать мужа. То есть, ему и так тяжело. Так поворот судьбы, она будет его испытывать. Женщины должны знать, что их природа всегда вымывает берега. Поэтому нужно стараться вымывать их поменьше. То есть, надо знать, что все равно вы будете грызть сук, на котором сидите. Понимаете, это все равно будет происходить. Но надо стараться это делать поменьше. Потому что сгрызло мужика, свалилось. Осталось одна. Понимаете, да? Природа женщины вымывает берега. Надо стараться аккуратнее. Не вымывать слишком сильно, потому что он будет таять, терять силы. Женщина всегда хочет от мужчины возможности в жизни. Ну, то есть, она река, она хочет счастья. И всегда, давай мне больше, больше, больше счастья. Это природа женщин. Так устроена женщина. Но надо стараться сдерживать себя в этом вопросе. Хотя у женщины есть особенности, мужчины, вы должны знать. Вот, допустим, если вы купили очень дорогой подарок женщине, прямо вот сильно на порядок дороже, чем обычно, то она на более дешевый больше уже никогда в жизни не согласится. То есть, она как бы будет рада, но ей будет хотеться всегда такого же. То есть, если один раз вы допустили такую ошибку, что сделали слишком большой подарок, дорогой подарок, то дальше, как бы, уже придется этот стандарт держать всю жизнь. Так устроена психика у женщины. Если вы, допустим, ей позволили пожить в трехкомнатной квартире, говорит, давай поедем на курорт и поживем в трехкомнатной квартире там. Это была ошибка. Потому что в двухкомнатную она уже не захочет возвращаться, она потом мозги все там проест. Потому что женщина контролирует территорию. Она привыкает к ней, к территории. И больше у нас не согласна никакие уменьшения. Не так устроена психика. Она там все налаживает на этой территории, как ей надо. И все. И она заполняет собой всю эту территорию. Если у мужчины есть какой-то кабинет в доме, там свой стол письменный, там, где он работает, и он там сам все, допустим, прибирается, то это все временно. Придет время, все равно жена там наведет порядок, и она будет по-своему там все делать. И все равно, как бы, ничего ты не сделаешь с этим. Она будет завоевывать все больше и больше пространства. Если у тебя есть немножко своей одежды, она будет и твою одежду пытаться носить. Обязательно. Ты жены одежду не будешь носить, но она твою будет обязательно. Так, женщина, или нет? Если ты будешь претендовать на женские деньги, тебе ждет страдание в жизни. Потому что она женщина, когда она что-то заработала, она эти деньги очень сильно, они горячие очень. Ты взял у нее чуть-чуть, она всю жизнь будет помнить об этом. Но когда мужчина дает женщине деньги, она считает, что это естественно. Их потратила и забыла. Но если он мои потратил все, это невозможно забыть. Поэтому мужчины не должны претендовать на женские деньги, это очень опасно. Пускай она себя потратит все, не связывайтесь с ними, с женскими деньгами. Это страшные деньги, она тебе все мозги потом вынесет за эти деньги. И на всю жизнь еще запомнит. Пройдет 20 лет, она еще вспомнит об этом. Очень опасно. То есть надо знать, что женщине легко отдавать свое служение, а мужчине легко отдавать свои средства. Ну то есть мужчине служение жене отдавать очень трудно. Например, она говорит, приберись в доме. Это для него как вилы. То есть очень тяжело. Аскеза такая, он такой на каторгу идет, там полы мыть. Ему очень трудно прибираться. То есть служить близким мужчине очень трудно. Женщине служить легко. Она может приготовить, позаботиться, там сделать все, что угодно. Но зарабатывать для нее это каторга. Понимаете, так Бог распределил. То есть мужчине легко аскезу совершить и отдать плоды. А женщине легко заботиться. Вот так распределены роли. Поэтому не надо мужчины принуждать сильно заботиться. Там давай помой полы, там то есть все. Ну, может быть, когда муж захочет, поможет чуть-чуть. А женщину не надо заставлять зарабатывать деньги. Если ей нравится на работу ходить, пусть ходит. Потому что женщина ходит на работу, чтобы отдохнуть от дома. Она на работу ходит для творчества, для счастья. Поэтому и женщине важно работать там, где ей нравится. А нравится это 50% это атмосфера. Чтобы там можно было поперекусывать, поболтать. Вот. Чтобы там хорошо было, чтобы начальник очень деликатно говорил. Вы опоздали на работу. Деликатно он должен так говорить. Женщина? Большой человек не может жить. А, да. Вот это правильно. Понимаете? То есть женщине в основном, как бы, ей нравится на работе то, что с работой вообще никак не связано. У женщины есть четыре стадия пребывания на работу. Первая нравится, стадия нравится. Вторая устаю. Третья стадия надоела. Четвертая ухожу. И есть просто период у каждой женщины. У какой-то пять месяцев, у какой-то две недели. У какой-то год. У какой-то пять лет. Но период это всегда существует. Первая стадия. Интересно. Вторая стадия. Устаю. Третья стадия. Надоела. Четвертая стадия. Ухожу. А когда же у нас женщины, мамы, бабушки работали всю жизнь? Вот они проходили через эти стадии. Если женщина, она защищена семьей, то она предает, перестает придавать значение работе. Почему женщина в эти четыре стадии входит? Потому что она верит в работу. Часто женщины очень сильно хотят наслаждаться работой своей. Верят в работу. И они поэтому проходят эти четыре стадии, все время меняется место. Но когда женщина, она как бы получила семью, у нее психика успокоилась, она работает, где Бог дал и не парится. Нужно поменять микрофон. Батарейка села. Раз, два, три. Раз, два, три. Но она сейчас все равно погаснет. А, видите, зелененький, а там красненький. Женщина, которая чувствует спокойствие от того, что она замужем. Она сильно успокаивается от замужества. И она не придает значения сильно вот работе. Ей нравится дома. И женщине где-то должно нравиться. Если ей нравится дома, она на работу ходит просто потому, что привыкла. Ну, там тоже чуть-чуть нравится. И как-то она снимает напряжение себе. Меняет обстановку. Но если женщина сильно хочет, чтобы на работе было вот сильно нравилось, а семьи у нее нет, то она там сгорает всегда. Потому что она начинает отождествлять работу с семейной атмосферой. Она хочет вот этих отношений там на работе, чтобы ее все любили, заботились о ней, начинает капризничать там, портить отношения и уходит. Потому что она путает семью с домом, с работой. Понимаете? Еще важно знать, что у женщины, когда она не замужем, у нее очень беспокойный ум. И она мечется, мечется, все время что-то не так, ей все раздражает. Это можно сравнить с курицей. Курица, допустим, она очень беспокойная всегда. Бегает. Вот. Но когда она, как бы, яичко снесла, она такая. Ко-о-о. 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 Все, замуж вышла, яичко снесла. Вот. И успокоилась сразу. То есть женщина замуж вышла, и психика успокаивается, все, она не так метается. Пока не замужем, она метается очень сильно. И беспокойство в уме очень сильно выражено. И поэтому она не может удержаться на одном месте из-за этого. Поэтому надо сначала выйти замуж, потом работу себе искать. Теперь вы скажете, а у меня нет мужа, а без денег жить невозможно. Правильно, это правильно тоже. Но женщины должны знать, что ваша психика, она течет как река. Куда свое течение реки направили, то и получится. Допустим, думаете только о работе целыми днями, замуж не выйдете. Думаете о замужестве, можете параллельно работать. Но думать надо о личной жизни. Направлять свои силы в личную жизнь, тогда выйди замуж. Направил на работу, замуж не выйдешь. Женщине тяжелее свою психику направить в личную жизнь, потому что там зона очень больших трудностей и переживаний. Мужчине очень трудно свою психику в работу направить, Потому что там зона трудностей и переживаний. Но надо так сделать. Женщина должна в личную жизнь психику направлять, работать между делом. А мужчина должен в работу психику направить. Иначе он не сможет быть красивым. Потому что мужчина становится красивым, когда он сильным становится, победоносным. Женщина пока в личную жизнь психику не направила, она не будет красивой. Она никому не понравится. Потому что ей трудно думать о личной жизни. Она хочет избежать этих мыслей. Это значит, что замуж не выйдет. Надо направить туда свою психику. Но еще раз возвращаюсь к первой лекции. Самая главная проблема в жизни человека. Нам не хватает сил. Вот все остальное, это 20%. 80% всех ваших проблем. У вас не хватает сил природы. Поэтому утомляемость, слабость, раздражительность, гневливость. Болезни разные. Повышенная, пониженная работоспособность. Все это нехватка сил природы. У человека не хватает сил, дружбы, сил людей. Поэтому не могу выйти замуж, не могу устроиться на работу, не могу прогрессировать в карьере. Все это нехватает человеческих сил. Вот как выглядит человек, у которого много человеческих сил. Это удачливый человек. Его везде замечают. Вот допустим, один человек может сдать легко экзамен, а другой нет. Почему? Вот он приходит, он любит людей. Он смотрит на преподавателей. Им нравится преподаватели. Они говорят, ну-ка еще скажи, а, все правильно. А когда подсказывают ему, подыгрывают? Он любит людей, поэтому он получает хорошие отметки. А другой приходит, отшибленный такой. Они его мучают и двойку ставят. Также на работу человек приходит тоже такой, знаете, отшибленный. Можно у вас, ну, работу устроиться? И смотрит он такой отшибленный и сильно хочет на работу. Ну, то есть зависимый, понимаете, человек. Несамодостаточный, а зависимый. Он приходит такой, счастливый такой. У меня работы нет. Самодостаточный такой. Какая специальность? Вот такая. Сколько денег надо? Не знаю. Я работать хочу. Ну, давай, работай, если хочешь. Вот и работа. Такие нам нужны. Если приходит такой, ну, я хочу работу. Ну, ладно, у нас есть работа. А сколько денег? Дайди отсюда. Нафиг. Понимаете? Несамодостаточный человек. Он не может перевернуться десять раз, если ему поменьше денег дали. Поставьте кто-нибудь цветы. Я слишком активно начал двигаться здесь. Все связано. Вибрирующая такая субстанция. Можно я сюда? Да, лучше сюда, да, спасибо. Понимаете? Самая главная проблема — это человек зацикливается, заморачивается на своей жизни. Он теряет контакт с природой от того, что зацикливается на своих проблемах, теряет контакт с людьми и с Богом. В результате становится истощенным, ослабленным. У него нет сил любить, быть счастливым, жить нет сил. Он не может совершать аскезы. Одна женщина говорит, Олег Геннадьевич, вот почему у меня раньше голова не болела, потому что сейчас болит. Я говорю, потому что вы стареете. Мне все 35 лет. Да, 35 лет вы стареете все равно. Потому что если человек чувствует, что у него что-то появилось, чего не было, значит, надо совершать аскезы. Омолаживающие аскезы — это длительный бег, неподвижное положение тела и пост. Три омолаживающие аскезы. Есть три типа старения. Каждый человек стареет одним из трех типов больше, чем всеми остальными. Первый тип старения такой. Появляется сначала лишний вес или токсины в теле. На второй стадии появляются доброкачественные опухоли или хронические инфекции. И на третьей стадии злокачественные опухоли. Как побеждается этот тип старения? Аскезой. Двумя аскезами. То есть, если у вас появился лишний вес, ждите доброкачественную опухоли или кист в теле. Чтобы этого не было, нужно длительное движение и пост на воде. Поняли? Вот этот тип старения побеждается вот так. Теперь второй тип старения. Жар излишний в теле. Чувствуете по ночам жарко спать? Эмоций много, гневливость повышенная. Слабость какая-то, вареная, вареная. Вот. Это первая стадия старения. Вторая стадия воспалительные процессы в организме. Третья стадия разрушения органов. Язвы всякие, атрофии, дистрофии, сахарный диабет, бронхиальная астма. Это все болезни излишнего жара в теле. Как лечиться? С помощью поста на воде и статических упражнений. Видите, хороший вид заболеваний, бегать не надо. Третий вид старения. Напряжение в теле. Первая стадия напряжения. Вторая стадия боль или спазмы в теле. Боль, головная боль, спазмы в кишечнике, запоры, печень болит, ребра болят, позвоночник. Суставы болят. Это вторая стадия старения. Вот это называется напряжение. И третья стадия это разрушение деформации. Инсульт, инфаркт, деформация суставов, разрушение органов от напряжения. Заворот, кишок. Это все от напряжения. Как лечится напряжение? Длительное движение непрерывное и неподвижное положение тела. Видите, три типа аскезы лечат все три типа старения. Просто в комбинации. По два, по две типа аскезы лечат один тип старения. Ущучили? То есть, человек какой может жить долго, который хочет жить. Что значит хотеть жить? Значит совершать аскезу. Вот, допустим, приведу пример. Иду, допустим, по берегу моря. Смотрю, мужичок такой бежит. Лет 75. Такой еле-еле, знаете, бежит. Он бежит, не идет. И-и-и-и. Ну, уже тело не сильно двигается, потому что возраст. Но он бежит. Это значит, что будет дальше жить. Он не сдается. Значит, точно будет жить. Этот диагноз поставлен. Или у меня есть один знакомый, он постится на воде. Смотрю, болезни нет у человека. Постоянно, регулярно постится. То есть, если человек совершает регулярно пост, или регулярно бегает, или регулярно эстетические упражнения делает, то уже можно сказать, что этот человек будет долго жить. Но если он все вместе это делает, то тогда тем более. Да, вот если напряжение, то пост не нужен. Обычно люди напряженные, они толстые. У них все плохо усваивается. У них как бы пищеварение слабое такое. Они им холодно постоянно. То есть, они как бы лишнего веса нет. Обычно напряжение означает, надо длительно двигаться и статические упражнения. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok